Газ в дом проведут бесплатно. В Ульяновской области продолжают доводить сети до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. Программа реализуется в соответствии с поручениями президента России. Так называемая социальная газификация охватила почти 500 населенных пунктов региона. Тему продолжит Игорь Кранцев. Тут хоть тепло, там же надоело снег. Валерия Яковлевич и Валентина Павловна перебрались в степную репьевку из Новосибирской области. Здесь родственники, а еще более мягкий климат. Обосновались в доме, сделали ремонт, но первое время топили печь дровами, хотя сама деревня еще полтора десятка лет назад была газифицирована. А затем решили подключиться к газоснабжению. Узнали, что программа социальной газификации действует на льготных условиях. До участка нам вернули деньги. Мы заплатили там 28 тысяч поначалу. И нам их вернули. Это еще для пенсионера, еще лучше. И чисто, и удобно. И не надо ничего, ни дробь покупать, ни угля, ничего не надо. Вот. Это же тоже как-то... И дешевле. Теперь у пенсионеров Яхненко уже почти полгода как газифицированное жилье. Экономия в кошельке, комфорт на кухне. Приготовить на газовой плите гораздо быстрее, чем на электро. Во-вторых, мыть посуду я могу теперь горячей водой. А до того я просто грела воду, наливала в чашку и мыла посуду. Новоселы Степной Репьевки далеко не единственные в области, кто уже значительно позже основной газификации села решился провести глубое топливо в свой дом. Программой охвачено почти 500 населенных пунктов. По плану у нас 4,5 тысячи домов подлежит до газификации. На сегодняшнее число у нас уже около 3 тысяч заявок есть. По 2 тысячам заявок заключены договора. Около тысячи заявок до газификации, до границ участка, как это положено. Реализацию программы обсуждали и на видеоконференции с участием глав ряда регионов страны, в том числе и Ульяновской области, а также руководству газоснабжающих организаций. За темпами и качеством газификации следит и партия «Единая Россия». Условия, которые на сегодняшний день созданы единым оператором газификации, «Газпромгазификация», они достаточно жесткие, прозрачные. И это говорит о том, что та инициатива партии «Единая Россия», которая была, скажем так, закреплена в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, она точно будет реализована. Ход реализации программы социальной газификации до ее полного завершения продолжат контролировать как на региональном, так и на федеральном уровне. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вест-Ульяновск.